Здравствуйте, в эфире область в сети. Как и чем живет Преамуре в инстаграме, расскажу я, Алексей Римман. И сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Олег Имамеев извинился перед благовещенцами за 300 ям на дорогах. Высказывание городоначальника стало объектом шутки не только Ивана Урганта, но и ведущих одной из радиостанций России. Песня, исполненная ими в эфире, разлетелась по всем пабликам, а видео тут же стало популярным среди амурчан. Мэр на шутку не обиделся. Комментаторы в соцсетях тоже не нашли предосудительного ни в извинениях, ни в юморе. Молодец, что извинился. У многих руководителей и на это кишка тонка. Благо, наше опять прославилось. Добрый юмор, чего тут такого? Он ни в коем случае не оскорбляет мэра. Добрая шутка не более, пишут пользователи. Дерзкое ограбление в Белогорске привлекло внимание амурчан. На видео юноша крадет деньги из кассы магазина бытовой техники. Молодой человек спрятался в подсобке, а когда работники магазина ушли на совещание, забрал из кассы 15 тысяч рублей. Полицейские вора нашли. Им оказался молодой человек 2003 года рождения, имеющий судимость. Пользователи шокировал возраст преступника. Некоторые иронично замечали. Главное, отпечатки не оставил. Интересно, много взял? Оно-то хоть того стоило? Несколько следующих публикаций из мира дикой природы. Тигрицу Санду не успели привезти в Амурскую область, как она стала звездой интернета. Почти каждый новостной портал опубликовал видео, на котором хищницу выпускают в дикую природу. Животное привезли из Приморского реабилитационного центра. По словам сотрудников учреждения, Санда самая спокойная и уравновешенная из всех подопечных. Однако некоторые амурчане обеспокоены близким соседством зверя. Вы хоть говорите район, где выпускаете, чтобы знать, а то на рыбалку страшно ехать. Что будет, когда они на людей нападать начнут? Вчера там ночевал в лесу. Тигра не видел, но ощущение было. Кто-то должен и о животных думать. Ух, какая красоточка! Вот так комментировали новость пользователя. Говорящая рысь вызвала умиление подписчиков Амурского областного телевидения. Видео сняли на фотоловушку в Еврейской автономной области и только в нашем инстаграме у публикации более 16 тысяч просмотров. Комментарии тоже были и почти все, только положительные. Рысюша зазывает рысика. Так приятно слушать, но жаль, что их так мало. Матерая рысюха. Голос громкий, требовательный. И еще одна тема, которой уделяли особое внимание и власти, и жители Преамурья. Это непростая гидрологическая ситуация, сложившаяся в области. Амур и Зея идут в рост. В области введен режим повышенной готовности. Подтопленные приусадебные участки и дороги. Репортаж нашего корреспондента Ольги Сысой в инстаграм-аккаунте Амурского областного телевидения набрал более 6 тысяч просмотров. Дождевой паводок образовался в Ромнинском, Белогорском, Благовещенском, Селеджимском, Мазановском и Тамбовском районах. Обнадеживает одно. В ближайшее время уровень воды в реках будет постепенно снижаться. Хотя, по прогнозам синоптиков, погода преподнесет Амурчанам еще не один сюрприз. А вот героиня следующего поста оказалась непотопляемой. В 2019 году дом жительницы села Норска в Селеджимском районе пострадал в результате паводка. 70-летняя женщина получила от государства сертификат на покупку нового жилья. Купила квартиру в свободном, продала ее и осталась в старом доме. Когда аварийное жилье в Норске снесут, неизвестно, где будет жить пенсионерка. Одни комментаторы отнеслись с юмором к предприимчивой Амурчанке, другие осудили. Шапокляк 2021. Молодец, бабулька. Это уже их проблемы будут. Наварились, когда второй раз затопят, пусть что хотят, то и делают. Во умные, но государство не обманешь. А что? Зато жить не работая будет. В свободном цены сейчас на жилье ОГОГО. И на этом все. Делитесь с нами интересными событиями в вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах Амуробл нижнее подчеркивание ТВ или ставьте хэштег Область в сети. И возможно увидите свои кадры уже в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok